ПОДУМАЙТЕ ОБ ЭТОМ Подумайте об этом. Мир не так, знаете, встретил его, не было ни салюта, не было никаких фанфар, ни музыки. Но как же он встречает нас? Он говорит, иду уготовать место для вас, чтобы вы были там, где я, и открыл небеса для людей. Знаете, когда ты думаешь об этом, просто хочется преклониться перед этой великой любовью, непостижимой Божьей любовью. Не было места в гостинице. Но что делали небеса в это время? Луки 2.8. В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего. Вдруг предстал им ангел Господень, и слава Господне осияла их, и убоялись страхом великим. И сказала им ангел, не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям. Ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. И вот вам знак, вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях. И внезапно явилось с ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее слава в вышних Богу. И на земле мир, и в человеках благоволение. Когда ангелы отошли от них на небо, пастухи сказали друг другу, пойдем в Вифлеем, посмотрим, что там случилось, о чем возвестил нам Господь. И поспешив, пришли и нашли Марию, Иосиф, младенца, лежавшего в яслях, увидев же, рассказали о том, что было возвещено им о младенце всем. И все слышавшие, дивились тому, что рассказывали им пастухи, а Мария сохраняла все слова сии, слагая в сердце своем. И возвратились пастухи, славя и хваля Бога за все то, что слышали и видели, как им сказано было. И вот в Матфея во второй главе, в первом стихе, поклонение мудрецов, мы говорим, что еще произошло в рождении Христа. Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском, в одни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят, «Где родившийся царь Иудейский, ибо мы видели звезду его?» Видите, звезда зажглась на небе, на востоке, и пришли поклониться ему. Услышав это Ирод, царь встревожился, и весь Иерусалим с ним, и собрав всех первосвященников, книжников народных, спрашивал у них, где должно родиться Христу? Ведь он был лукавым человеком. Они же сказали ему, Вифлееме Иудейском, ибо так написано через пророка, «И ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воеводств Иудиных, ибо из тебя произойдет вождь, который упасет народ мой Израиля». Тогда Ирод, седьмой стих, тайно призвав волхвов, выведал от них время появления звезды и послал их Вифлеем, сказал, «Пойдите тщательно разведайте о младенце, и когда найдете, известите меня, чтобы и мне пойти поклониться ему». Они, выслушав царя, пошли, и все звезда, которую видели они на востоке, шла пред ними, как, наконец, пришла и остановилась над местом, где был младенец. Увидев же звезду, они возрадовались радостью весьма великою, и, войдя в дом, увидели младенца с Марией, матерью его, и, пав, поклонились ему, и, открыв сокровища свои, принесли ему дары с золота, ладан и смирну». Видите, были люди, которые мудрецы, волхвы с востока, умные люди, которые пришли, признав в этом маленьком младенце, они признали в нем царя. И в 12 стихе, Матфея 2, 12, тут злые замыслы Ирода и бегство в Египет. «И, получив во сне откровение, не возвращаться к Ироду, иным путем отошли в страну свою. Когда же они отошли, ангел Господень является во сне Иосифу и говорит, «Встань, возьми младенца и матерь его, беги в Египет, и будь там, доколе не скажу тебе, ибо Ирод хочет искать младенца, чтобы погубить его». Он встал, взял младенца и матерь его ночью и пошел в Египет. И там был до смерти Ирода. Да сбудется, реченное Господом через пророка, который говорит, «Из Египта возвал я сына моего». Тогда Ирод, увидев себя смеянным волхвами, весьма разгневался и послал избить всех младенцев в Вифлееме и во всех пределах его, от двух лет и ниже по времени, которое выведал от волхвов. Тогда сбылось, реченное через пророка Иеремию, который говорит, «Глаз в раме слышен, плач и рыдание, и вопль великий. Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться, ибо их нет». И в девятнадцатом стихе «Смерть Ирода и возвращение домой». По смерти же Ирода, «Си ангел Господень во сне является Иосифу в Египте и говорит, «Встань, возьми младенца и матерь его, и иди в землю Израилеву, ибо умерли искавшие души младенца». Он встал, взял младенца и матерь его и пришел в землю Израилеву. Услышав же, что Архиллай царствует в Иудее вместо Ирода отца своего, убоялся туда идти, но получил во сне откровение, пошел в пределы Галилейские и, придя, поселился в городе, называемом Назарет, да сбудется реченное через пророков, что он Назареем наречется. Амин! Вот такая история. И теперь я хочу вернуться и очень быстро эти вспомнить с вами. Мы начинали с Исайя седьмой главы, где Господь сказал, «Дам знамение». Вот это знамение исполнилось. И Иисус пришел в этот мир. И через все прочитанное местописание, вы заметили, друзья мои, что сказано о нем? И Иосифу, и Марии, пастухам, всем было возвещено, что родится Эммануил. Знаете, что в переводе обозначает Эммануил? С нами Бог. С нами Бог. Далее было написано, что назовешь, наречешь ему имя Иисус. Иисус, еврейское имя, Иисус, Ишуа, Ишуа обозначает спасение. 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 Далее там написано, что Христос Господь. Родится Христос Господь. Вы в курсе, что Христос – это не фамилия Иисуса? Христос – это на еврейском «мессия», на греческом «помазанник». «Мессия», «помазанник». Моя тема сегодня называлась так – «спасение в Его имени». Теперь хочу остановиться и сказать, как же выглядит это спасение в имени рожденного Божьего Сына? Скажите, от того момента, за 400 лет, как было предречено, что «дам знамение Тебе», когда враги откружили Божий народ, Бог сказал «дам знамение Тебе», сеть Дева примет и родит Сына. От того времени до рождения Иисуса Христа и от рождения Иисуса Христа и до сего времени войн стало меньше или больше? Больше. Проблем стало меньше или больше? Больше. Вы знаете, если взять статистику, сегодня миллиарды людей, которые борются со своими внешними и внутренними врагами, много проблем на этой земле. Как же нам понять это имя, которое Бог дал человечеству и сказал «назови Его Иисус – спасение!» «назови Его Эммануил – Бог с нами!» «назови Его Христос – помазанник!» Как же вот это имя сегодня является спасением для этого мира? Это очень интересный вопрос. Спасение, мы говорим спасение в имени Иисуса Христа. Но теперь давайте переведем наш взгляд с этого мира, в котором так много проблем. Давайте переведем сегодня наш взгляд на людей, которые уверовали в Иисуса Христа и приняли это имя в свою жизнь. Приняли спасение, приняли помазание, приняли и Бог с вами теперь. Скажите, проблемы остались? Остались конфликты? Остались злые люди, которые против вас что-то делают? И вы можете сказать, да, много чего еще в жизни осталось. Но согласитесь, что спасение, которое Бог вам послал в имени Иисуса Христа, изменило ваше сердце и освободило вас от греха. Амин! И теперь твоя реакция на все, что происходит, совершенно другая. И посреди бед и проблем ты танцуешь. Раньше ты так нервничал, когда видел своих врагов, теперь знаешь, у тебя больше их нет. Нет, как кто-то сказал. У меня нет врагов. У меня только друзья и покойники. Врагов больше нет. Амин! Ты знаешь, что может, что может сделать этот мир со своими проблемами? Что могут сделать эти люди против помазания Святого Духа, которое дано тебе через принятие Иисуса Христа верою в твоем сердце? Кто ты, великая гора перед Зарававелем? Ты равнина! Скажите, есть ли какая сила в этом мире, которая может реально тебе противостоять с тех пор, как ты принял спасение и вечную жизнь внутрь себя? Нету! Я однажды такое сравнение увидел. Когда ты возьмешь, делали эксперимент, бутылку с Кока-Колой бросали под тяжелый автомобиль. И они проезжали своими колесами тонны и не раздавили. Интересно. Но если бутылка пустая, ее тут же раздавливали. Пустую ты можешь руками снять. Смять. Поэтому держись Иисуса Христа и будь наполнен Духом Святым. Это обетование. Бог говорит, дам знамение тебе. Вот, люди, того времени и последнего времени для вас остается единственным знамением. Все дева в очреве примет, девственница забеременеет, родит сына. Вот он и будет вашим спасением. Держитесь за этого сына и будете спасены. Халлелуи. Если хотите аплодировать, аплодируйте Господу. Ты знаешь, Бог пойдет перед тобой и уравняет все твои горы. Бог может все. Но можешь ли ты держаться этого спасения вечного и не предать его никогда? Можешь ли ты держаться и за Иисуса тогда, когда тебе хорошо или плохо и держаться за Него всеми своими силами и не отпустить? Вот в чем вопрос. Потому что, когда приходят враги, приходят беды, люди разочаровываются и у них нет никакой сил, никаких сил. И что они говорят о своем разочаровании? Кого, чье имя они призывают? То черт, то еще кто. Бог послал нам имя Иисус. Вот ваше спасение, люди этой земли. Потому что бы в твоей жизни не происходило, для тебя хорошая новость на Рождество. не забудь про это имя, в нем спасение. И когда тебе трудно и тебе хорошо, шепчи его, произноси, пой об этом имени, говори, не прекращая, напиши у себя дома, напиши на своем автомобиле. Пусть это имя живет в твоем сердце. Окружи себя этим именем. Вы знаете, что простые слова? Иисус, Иисус, Иисус спасли миллионы людей, спасли от греха, спасли от проклятия, спасли от преждевременной смерти. Как много людей, которые сказали, Иисус, они взывали, и их автомобиль остановился, как вкопанный, тогда, когда они летели в пропасть. И когда тысячи улетели в пропасть, тот остался жить из-за Иисуса. Вам нужно держаться имени Иисуса и знать, в чем состоит ваше спасение. Вам нужно держаться благодати Божьей и держаться крепко, не только по воскресеньям и по праздникам приходить в Дом Божий. Вам Иисус понадобится завтра в понедельник. Иисус понадобится вам во вторник. В среду Он будет нужен вам. В четверг Он будет нужен вам еще больше. В пятницу Он будет нужен вам и в субботу. Он будет нужен вам всю неделю. Он нужен будет вам весь последующий месяц. Он будет нужен вам весь последующий 2012 год. Он будет нужен вам. Всю последующую вашу жизнь, пятилетку, десятилетку, двадцать лет, сколько Бог даст тебе прожить, Он будет нужен вам. И тогда, когда ты перейдешь черту жизни и войдешь в вечность, Он нужен будет тебе тогда, как никогда. Он будет нужен тебе. Без Него нет спасения, без Него пропасть, без Него нет основания, без Него тьма, без Него нет никакой жизни, нет никакого света, нет никакой радости, без Него нет ничего. Вне имени Иисуса Христа не существует ничего. Ничего нет хорошего вне имени Иисуса Христа. Есть просто тьма и пустота. Потому все девы в очреве примет. В отсновение для каждого времени родит сына. Нарекут ему имя Эммануил. С нами Бог. Бог с тобою. Бог хочет быть с тобою. Нарекут ему имя Иисус. Спасение. Спасение для твоего дома. Для твоего здоровья. Спасение для твоих финансов. Спасение. Это слово включает в себя благословение во всех сферах твоей жизни. Без Иисуса ты не прорвешься. Это просто иллюзия. Тебе кажется, что ты вот-вот прорвешься. Сколько людей, которые вот-вот забрались на вершину горы, но потом они сорвались в пропасть. Тебе нужен Иисус в твоем бизнесе. В твоей работе тебе нужен Иисус. В твоем семье тебе нужен Иисус. В твоей школе тебе нужен Иисус. Тебе нужен Иисус, когда ты идешь один. И когда ты с друзьями где-то идешь. Когда ты встаешь, тебе нужен Иисус. При входе и при выходе твоем тебе нужен Иисус. Когда ты возвращаешься домой, тебе нужен Иисус. Когда ты поздно вечером ложишься спать, тебе нужен Иисус. Не пропусти ни одного вечера, чтобы не сказав, Иисус, ты мой Господ, ты мое спасение, ты мой защитник. В эту ночь, когда тебе хорошо, тебе нужен Иисус, чтобы разделить с Ним твою радость и веселье. Когда у тебя юбилей, тебе нужен Иисус, а не бутылка водки. Тебе нужен Иисус, когда приходят скорби, и дьявол пытается сломать твою веру, потому что Иисус Христос, начальник и завершитель твоей веры. Без Него ты не можешь иметь никакой веры, без Него ты не можешь иметь никакой любви. Тебе нужен Иисус. Поэтому хочу сказать всем, держитесь Иисуса Христа, держитесь спасения, которое Бог нам дал. Он единственное имя во всей этой вселенной, за которого можно ухватиться и держаться. Он единственная истина на этой земле. Нет другой истины. Нет другого Бога. Все боги народов Фидалы, наш Бог небеса сотворил. И не только сотворил небеса, Он нас сотворил по образу и подобию своему. Дал нам дыхание жизни. И не только нас сотворил. Он пришел за нами, совратившимся на своей дороге, чтобы купить нас кровью Своею. Заплатил так дорого. И несмотря на то, что мы отвергли Его, мы распяли Его на кресте, мы подвергли Его поношению. Он голым висел на древе за нас. В то же самое время Его любовь покрыла наши беззакония и грехи. И Он открыл нам вечную жизнь на небесах. Это значит, что от этого момента пройдет тысячу лет, миллион лет. Ты не перестанешь существовать. Ты будешь жить. И если ты веришь в Иисуса Христа, ты будешь царствовать с Ним в вечности. Всю свою жизнь проведешь в Царстве Божьем. Место, где нет смерти и болезней. Место, где нет проклятия и дьявола. Место, где нет греха и лжи и тьмы. Место, где нет врагов. Место Царства Божьего, которое называется. Вот что Он сделал для тебя. Иисус Христос, наше спасение. Друзья, если мы верим это всем сердцем, почему мы должны об этом молчать? Если это так и других путей нету, нам нужно этому миру рассказать об этом. Нам нужно в эти рождественские дни прийти к нашим соседям, постучаться в их дома. Сбросьте страх, не бойтесь. Они просто люди, которые сидят в своих углах, жуют свой хлеб, живут в темноте. У них нет веры, нет понимания, что Бог сделал для них. Вот наша миссия, наше призвание – примирить этих грешников Богом живым. Дать им путевку в вечную жизнь. Дать им шанс уверовать во всемогущего Бога. Вот наше призвание. Некоторые люди говорят, у меня нет служения. Есть у тебя служение. Служение – примирение. Иди, примири своих родственников с Богом. Иди, стань на колени, будь искренним. Скажи им, где путь. Укажи им на Иисуса Христа. Не проповедуй себя. Проповедуй его, что он сделал. Ты посмотришь, Дух Святой придет на всякую истину. Их сердца расплавятся. Отношения изменятся. Иди, примири твоих соседей с Богом. Давайте примирим этот город с Богом. Давайте принесем Иисуса Христа и возвеличим его. Чтобы наш город быть спасен. Чтобы эта нация принадлежала Царю Царей и Иисусу Христу. И как Райхард Бонке однажды сказал, пусть дьявол в аду сидит один. Давайте восплещем Иисусу Христу. Давайте помолимся. Господь, благодарим Тебя. Спасибо Тебе за Твое вечное и великое спасение. Мы так благодарны Тебе от всего сердца. Халлелуйя. Благодарим Тебя, Иисус из Назарета. Бог, пришедший в этот мир, принесший нам свет и разум. Принесший нам вечную жизнь. Я принимаю Твою любовь, Иисус. Скажите это вслух. Я принимаю Твое прощение. Я принимаю Твой дар вечной жизни. Я принимаю Твою силу и крепость. Я принимаю Духа Твоего Святого. Я принимаю помазание Святого Духа для своей жизни прямо сейчас. И благодарю Тебя за Твое чудесное прикосновение к моей жизни в день Рождества. И весь народ доскашет. Аминь. Слава Иисусу. Поаплодируйте Господу. Поднимемся, руки воспоем. Давайте смелее, смелее. Мой Бог, будь прославлен, Пусть превознесет. За кровь, что омыла, А зла искупила, Спастенье отрыла, От смерти спасла. Я даю всю жизнь Только Тебе, Только Тебе, Давайте воспоем громко. Ся жизнь Твоя Исула сердца Иисусу. На земле Мой Господь Лишь только для славы Твоей. Тебе Твоя слава, Бала и Асада. Мой Бог, будь прославлен, Пусть превознесет. За кровь, что омыла, А зла искупила, Спастенье отрыла, А смерти спасла. Редактор субтитров А.Семкин